У нас из офицеров осталось только командироты и я за полицией. Почему офицеры больше всего гибнут? Офицеры почему больше всего гибнут? Ну, скорее всего, снайпера вышибают. Снайпера вышибают и потом постараются к офицерам. По офицерам, конечно, все оказывают. Да. То есть охотятся, да? Да, да, да. А почему за ними охотятся? Почему? Скорее, ну вот у нас как, по уточненным данным, да, что, голова офицера, значит, сколько там? 1200 долларов снайперов. 1200 долларов. Но он еще должен представить того, чтобы он убил, да, показать. Линия фонда есть, похоже? А вот это я не знаю, как они там делают. Ребята, а вы не желаете, чтобы трупы как-то запрашивали? Нет, трупы, как-то. Ну, трупы, чтобы обезобрашивали. Ну, там, отрезали, что ли? Не, не, не. Это мы еще не... Да, будут командиры из вода. А, ну, я не знаю. Ну, да, там, это самое... Я здесь недавно, я здесь недавно, уже вот за последние дни вот эти игры. А? Почему вы тут еще? Сейчас, если, может, не против, до нашей роты, по это самое поговорить. Я думаю, ребята все расскажут, что это... Верено. Ну, давайте, кто хочет, кто подходит. Сергей. А фамилия? Где живёшь? Только Шма. В Шме, да? Что у тебя там? Почему? Да, письмо пришло, написать матери. Я вообще не знаю. Ивели в Моздок. Кому в Моздок? Ты не знаешь, где мать, что ли? Почему? Она дома, мать. Я служу в Иллане. Меня с Иллани забрали в Свердловск, и сразу с Свердловска сюда. Это фамилия, если видите меня, мать нет. Мать нет. Это только Свердловский, да, канал? Я уже там нет. В Кургане даже не увидели. В Кургане даже не увидели. В Кургане это не покажет, да? Это только Свердловский или нет? А может, для МТВ будет что-то? Для МТВ? Да. Если можно, для МТВ. Отправляли сюда. Жена беременна. Передадим тогда, мама, я думаю. В Кургане. Конечно. Я, знаете, вот вам вопрос такой хотел задать. Ну, почему-то существует такое мнение, что якобы война закончена. Основные силы уже борются, и все спокойно спрашивают. Что вы по этому поводу вообще сказать можете? Я перестал читать газеты. Потому что, если бы это было реально, возможно. А вы сами видите, вы можете поговорить с местными жителями, которые живут общинами в подвалах, кормятся одной семьей. Они могут вам все рассказать. Я считаю, что... Я не знаю сам лично, не знаю как ребят. Я немногословен. Я много говорить не буду. Ну, вот, ребята... Готовимся. Вот у вас тут постоянная опасность. Вот вы сейчас находитесь в военном городке. Вроде бы контролируете... Да, здесь. Здесь постоянная опасность. У нас даже здесь... Я бы так не сказал. Здесь пока нет. Здесь пока нет, да. А вот туда дальше... Туда дальше... Где были? Где были, там... Ну, понимаете сами, на 2 суток под минометом и все. Мы замучились считать. Мы уже знаем, когда может бить миномет. Когда они начинают работать. А когда? Какое время? Да. Ну, примерно часов 6-7, когда у них якобы происходит смена. Сейчас может получиться так. Они, значит, увидят эту передачу и начнут, значит, корректировать это время. Дело в том, что... Дело в том, что они садят своих корректировщиков и у них минометы долбят почти в точку. А минометы это страшное оружие. Самое страшное, которое есть здесь. Техники у них нет, остались только минометы. От миномета можно, если укрыться, это только в хорошем подвале с большим перекрытием. Ребята, вот не понимаю, вот вроде бы мы берем какую-то территорию, почему мы ее контролировать не можем? Ну, в чем причина, по вашему? Почему здесь везде опасность? Вроде бы захватили... Во-первых, а надо было почитать опыт Великой Отечественной войны, как брали города. Сходу. Понимаете? Вот как, кстати, почему вот тогда брали, а сейчас... Ну, вот надо почитать и рассказать. Вот дело... Тогда брали. Тогда хорошо брали. А сейчас... Ну, если бы я командовал, я бы, может быть, по-другому скомандовал. А как по-другому, я не скажу. Это моя военная тайна. Вы знаете, вот дело о том, что вот где мы стояли на блоках, мне кажется, там уже в этом районе нет ни одного мирного жителя, и там можно было либо использовать авиацию, чтобы этот район раздолбить, либо еще, а потом нас уже туда посылать на блоки. А у нас вот так вот получилось. У нас там много народу погибло. Вот после, где мы посты были, там много народу погибло. А почему? Ну, я уже показывал. Чисто. Как это, ребята? Ну, потому что, не знаю почему. Первое, это необученность. Да. Это действительно так. Мы учимся только здесь. Понимаете? А второе, то, что, действительно, они мастера. В него, если он в нормальном состоянии, не обкуренный, не пьяный, в него очень трудно попасть. Только, и он уже его нет. Они действуют мелкими группами, с разных сторон. Выбирают хорошие места. Ну, он не видно, как он стреляет. И... Знаете, мы просматриваем дороги... Вообще, его не видно, главное. Да. Самое, самое главное, потому что, не видишь, в кого стреляешь, и кто в тебя стреляет. Мы просматриваем дороги, а они перебираются дворами, задворками всеми, и... Нам эти задворки... ... 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 Ну, если нас там увидят родные, передаём большой привет. Духом не падаем. Всё нормально. Дай Бог, чтобы нас не только по Свердловску видели, но и по НТВ. Потому что до Шадринска Свердловска не дойдёт. До Кургана тоже не дойдёт. Мы, кстати, на НТВ тоже делаем материалы. На НТВ? Да, при станции. Ну, если честно сказать, когда сюда направляли, я своей жене сказал, что я охраняю аэродром в Моздоке. Потому что она у меня беременная и маленький ребёнок. Нет квартиры. Но я думаю, она меня поймёт. Вот интересно, ребята, а если...